Есть у нас высший орган управления квартир домом, это собственники, общее собрание собственников. Я бы взяла конкретный вопрос. Если пробовали ли вы проводить общее собрание собственников для того, чтобы этот пункт был обязательным в договоре управления вторым? И второй вопрос, если не пробовали, то почему? Да или нет пробовали, но если пробовали, у нас есть письменные заявки коллективные от жителей домов, и они направлялись в администрацию города, после чего управляющие компании делали какие-то акты, а фактически работы не проводились. То есть заменяли одну работу другими работами, это терроризация, дезинсекция, газонок от насекомых. Хотя они просили просто почистить нам фонусоропровод и избавить нас от этого запаса. Олег Юрьевич, дело в том, что у нас кроме управляющей компании есть вторая сторона договора управления, это собственники. И я точно знаю, что в нашем городе собственники очень активны. И если посмотреть на тех, кто присутствует на этом круглом столе, на этих дебатах, у нас общественность очень активна. У нас создана ассоциация собственников помещения на квартирах и домах, созданы координационные советы в каждом районе. И в каждом из этих районов есть люди, которым очень безразлична судьба их мусоропроводов. Поэтому я и спрашиваю. То есть если собственникам это действительно не безразлично, и для них это было бы важно, они бы провели общий собрание собственников и заставили управляющей компании сделать эту чистку в каждом доме. Это может быть как услышал, но как раз как предложение, то, как вы пойдете по пути. У нас есть мнение эксперта. Давайте сейчас мы вас заслушаем. Дайте, пожалуйста, микрофон передайте. Спасибо большое. Это даже больше, наверное, не мнение. Или вопрос. Да, и вопрос уточняющий будет, во сколько это обойдется нашему населению, или денег нет. То есть, вернее, это уже включено стоимость. Власти тоже есть вопрос. Наши сегодня дебаты для того, чтобы мы нашли выход, нашли выход и выработали общие предложения. А здесь немножко идет война. Если эта услуга, она реально нужна, реально востребована населением. Да, правильно. Запах от этих мусоропроводов. Это все-таки какие-то заводятся и мыши, и тараканы. Почему он противодействует? Почему он должен собирать население? Почему наша власть не возьмется и вместе с управляющими компаниями не отработать с тем же населением, с этими же советами? Вот вы, я смотрю на вас, да, вы как-то боретесь. А мы давайте подумаем о населении, что это нужно населению. И это надо делать. И это очень хорошая возможность системы. Я не изучал, не могу сказать, я не эксперт в отношении. Но давайте вместе примем решение и как-то навешать. Решение будем искать. Они не противопорствуют. Спасибо за ваш посыл. Я переформулирую это как предложение. Просто на кофе-брейке... Можно сокоментировать. А вы согласны искать совместное решение? Согласны, согласны. Я просто хотел прокомментировать. Комментирую у нас данная услуга уже... Сидит питание? Да. 41%? 41%? Нет, у человека. Отстоит. Я вам письмо оставлю. Спасибо. Если очень короткие... Хорошо, коллеги? Уточняешь? Пожалуйста, да. Она сидит, но надо понимать, что обслуживаемый мусоропроводов. Там сидит зарплата наших дворников. То есть, если сейчас этот тариф установлен рубль 45, то в том случае, если мы оттуда какую-то часть, как говорит Олег Юрьевич, 41%, мы отдадим на именно очистку вот этой роботизированной системы, тогда мы должны будем каким-то образом посмотреть, что мы будем делать с дворником. Или нам нужно будет увеличить тариф в этом случае, или таким образом сократить. Хотя у нас и так идет острая нехватка. дворников, смотрителей. Как вопрос? Как звучит то, что... Вопрос в том, что... Вернее, у меня не вопрос, у меня комментарий. Тарифы на жилищные услуги устанавливаются исполнительным комитетом. Я очень четко знаю, что там в тарифе заложено, да, и поэтому как бы все экспертизы, которые проводятся, они все предоставляются в адрес исполнительного комитета. И один из... Одна из существенных статей этого тарифа это фонд оплаты труда. Услышали, услышали. Услышали как комментарии. Тогда, ну, короче, Олег, сажайте, пожалуйста. Вообще, может быть, мусор-провод лучше? Говорите? Как Савара, как Казань. Узнаете, у нас рабочая группа давно уже длится, мы все знакомы, и с рекоператорами я так же общался еще полтора года назад, когда он не стал рекоператором. Она не сказала, Олег, дождись, когда рекоператор утренялся, сейчас должен был номер. Но, сейчас идет форма мусорная, да? Если будут заваривать... Мы обсуждали эту тему тоже. Если будут заваривать столы мусоропроводов, да, то, соответственно, их нужно консервировать. Но, значит, нужно прочистить, проинфицировать, только заварить. Потому что будут бактерии. За или нет? Чтобы столы мусоропроводов, это не у меня надо. Это, наверное, разочекаю. Я у вас... Вы лично, как жили, удобно. Если было бы мне нужно, я вам заводим задание. Можно я вам обращу? Чуть-чуть. Я вам обращу. Вот, Феория Натана Правновича правильно сказала, что есть жилищный кодекс, и по жилищному кодексу сейчас решают только жители, собственники НКД, заваривать там столы мусоропроводы или оставлять. Если протоколом, в общем, собрания дома, по процентному соответствию... Два жителя услышали заявку, или вроде, я вас прошу. Вот исполнительная власть и я один не могу решить. А по процентному, все собрание может... Я скажу так, я против. Я сам не говорю. Да, я не против. Против или нет против. Я у вас просто просил. Как жители жителя? Да, у жителей. Вы за или против? Я против контейнерных площадок, которые будут на улице. Правильно. Сказать. Вот все, а теперь это мы нашли одну точку, чтобы прикосновать. Брейк, спасибо. Пожалуйста, микрофон заберите. Давайте поаплодируем, мы переходим в третьему вопросу. А кто был третьим, коллеги, напомните. Альян, Альян. Пляж, помните, да? Ситуация, что... Вот, пожалуйста, уточняющие вопросы, коллеги от власти, эксперты, что можете высказать, либо задать, как уточняющие вопросы. Пожалуйста, вот вам, есть ли вопросы? Кто? Да, пожалуйста. А, микрофон, да. Держите. У меня уточняющий вопрос. Что видит житель Нового на пляже в этом Новом? Про Новый я уже боюсь что-то делать, но сейчас где-то я плату 100-300 тысяч вкладываю в ремонт всех строений, перекрашиваю все это, как бы постараемся привести такой красивый вид, поставить мягкую мебель внутри, потому что современные требования уже немножко не как бы опаздываем от современных требований для отдыха людей. Комейщики, которые были у нас деревянные, не совсем уже к тему, поэтому будем делать мягкую мебель. Ну, то есть вы решаете конкретную задачу по мере поступления, может быть, не столько, как улучшают, хотя бы поддерживаю. Я поддерживаю, стараюсь улучшить по мере возможностей, поэтому мне нужна помощь со стороны города, чтобы у меня высыпались какие-то спецназы. Понятно, спасибо. Есть ли еще уточняющие вопросы? Да, пожалуйста. Еще, пожалуйста. Всем хотел бы также обозначить, что по сути предпринимателю исполнительный комитет предоставил территорию пляжа по 1300-му поставлению из Тарвовского, отмечу, для благоустройства предоставил территорию и для размещения из Тарвовского, опять-таки, даже подоставил место. По сути, предпринимателю предоставлено определенная площадка, по сути, занимайся предприниматской деятельностью. Но я как понял, не приносит вам дохода, это в связи с тем, что вы сейчас откроете вход бесплатно, неоправильно? То есть у вас какая-то определенная была мажа, сейчас вы хотите ее компенсировать за счет города. То есть, кто город взял на себя, определенная ситуация. какая? То есть, раньше я брал при входе среди деньги, размере 150 рублей, и за эти деньги предоставлял комплекс услуг. Сейчас, год будет свободы, я могу лишь предоставить услуги аренды лежака и общепита. То есть, я уже не с чего оплачивать многие услуги, просто реально не с чего. может быть вам увеличен перечень этих услуг. Это не поможет. Раньше с каждого председателя, который заходит, приносит свой мусор. Мусорит яму с этих денег за ним убраться, обеспечить ему охрану, обеспечить спасателей, очистку на все. Сейчас горожане заходят в склад, имеют возможно эти бесплаты, и они могут не тратить деньги. То есть, они могут выйти, пойти покушать в другом месте, имеют нужных и возможно. Потому что раньше они вас зашли, уж как передеваться некуда, приходится у меня только кушать. Сейчас я прогнозирую конкретное хотение такое. Давайте доверим ему мнение, потому что он как принимает, он просчитывает. Естественно, он свой выгод тоже закладывает, но в принципе он просчитывает. И мне тоже сложно представить, что еще кроме лежака, еды, человек может на пляже приобрести. Наверное, какие-то мелкие упрокаты. Ну, прокат, но насколько они могут компенсировать ему затраты от проката. Вопрос у меня такой, как предпринимательский к вам. А вот действительно какова основная доля доходов за счет чего, если не вот эти 150 рублей за вход, основная доля. Следующая, вторая, это что? Зачем подрабатывать? Остается кафе, кафе, да, как-то, и лежаки, но лежаки, так как человек имеет теперь возможность выбрать или он лежак няжет, или он бесплатно няжет рядом на песок. То есть, соответственно, падение, он выбирает в том числе песок. А как вот то, что действительно прокат? Вы пробовали? Пробовали, но там очень небольшие лепеты, не такой массовые. То есть, понимаете, когда человек захотел, он сразу помню скушку оплачет, там сумма небольшая плоскального послужива. Небольшая случалась нормальная сумма, за которой я могу позволить тебе песок купить? Вы говорили об этом. Есть ли еще какие-то уточняющие вопросы, ли вы эксперты? Я вот по поводу аренды, по поводу устройств, подождите, сейчас пара вопросов, подождите, да, основная часть расходов, действительно, вот вопрос от эксперта, на что идут расходы у вас? Сейчас расходы, я сейчас примерно озвучу суммы, вот очистка на районе 100 тысяч, просто перечислили по мере убывания, что это, вывоз мусор, тоже в этом где-то диапазоне, а какие-то спасатели у вас на 50-ти песок самый большой расход, сейчас почти не осталось, около миллиона на песок, а лента небольшие расходы, вот все в принципе, охрана, охрана очень много будет, денег, сейчас, тем более, мне придется немножко увеличить, очистка водоем, я не знаю, как это делать, то есть основная статья у вас получается это песок, песок, остальное вы можете все округлить, я могу это точнее спасибо, уборку, потому что уборку, я могу делать лучше, чем основной песок, мы услышали, потом уже мусор, да? безопрос, в ответ, зал, тоже, если есть вопросы, то задайте, или пойдем к четвертому вопросу, да, пожалуйста, да, пожалуйста, рады, милиции, у вас договор водопользования на ваш участок? договор водопользования и имеет челны комодхоз на этом участке, челны комодхоз, но чистите новые, смотри, схема сейчас там такая, что все это делает челны комодхоз, а я компенсирую эти расходы, на моем участке, то есть они очищают берег, но на территории всего пляжа, то есть там детский пляж, вот слева, справа все не чистят, я компенсирую, скоро они мне говорят по квадратам сколько было потрачено, я отдаю деревню. А договор водопользования не ученый город? Ученый город, да. Это как бы совсем, ну, не моя достоинство. Так, владельцем земли является город, он именно как бы на нем вот эти... Я про воду спрашиваю. Вода. водопользование. Вы про акваторию говорите? совершенно верно. Сунголу другого не ученой группы. Вода пользования отформлена, но другую вы не задаете для другого водопользования, для него вот я поэтому и задаю эту оборудование. вообще. Оксана, предлагаю вам тоже новые эксперты, когда мы пойдем пить кофе, мы все пойдем вместе как эксперты и две команды, и там вы можете в ту или иную группу включиться, и там помочь, соответственно, соглашению, если у вас есть идеи, да, все слышите, и мы тоже включимся, как модератор. сейчас ответили, на ваш вопрос? Выслышали. Давайте мы тогда это оставим на следующий этап. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста, коллеги, если нет вопросов, мы сейчас к четвертому выступающему, да, будем задавать вопросы. Кто был четвертый? Елена, помните, да, она говорила о пропазе данных, которые она хочет на себя взять, чтобы упростить вход инвестора, вам район, так вам город. Для застройщиков. Да, для застройщиков, да. Часто инвестор. Чтобы там были партнеры, партнеры, подрядчики, для них вот эта база, которая при торговле промышленной палатке совместно делать. Пожалуйста, точнейший вопрос от власти. Пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Садей Файрат, за начальник управления экономики, начальник отдела будешь при месяце. Работа с инвесторами, она очень важна, очень нужна для города и мы будем только рады, вновь созданная рабочая группа поможет в этой деятельности как нам, так и привлеченным инвесторам. Но вместе с тем есть пару вопросов, точнее чем. В частности, что вы подразвиваете от гаранта, то есть, в каком виде именно будет этот гарант? Да, что такое? предоставляться от власти, то есть, это письменное заверение или грустное? Вот, смотрите, когда мы, ну, я, например, как застройщик, да, сейчас выступаю, да, я хочу построить, например, здесь торговый комплекс в городе Набережда Челны. Прежде чем что-то мне сделать, я обращаюсь к муниципальным властям, там, выделение земли и разным другим ресурсам, в том числе поиску застройщиков, подрядчиков и организаций, которые они будут доставить мне услуги, как правило, приезжают со своим, но у нас есть все здесь в городе Набережда Челна. Если власти говорят или размещенный ресурс на сайте, на сайте мэрии города, то есть, мы заходим на сайт и смотрим, да, кто у нас, кто у нас там делает погоду и кто строит в городе. Вот это, да, да. Вы знаете, мне кажется, она, я тоже не знаю, как это правильно разговаривать, но с этим про репутацию, а как это юридический правовой механизм решается, я не знаю, мне кажется, или она тоже. Если вы представляете, подскажите. Это очень, наверное, деловая история. Дело в районе, но никак не горает это гарантия. Ну, деловую историю, репутацию мы не можем обозначить в какой-то